МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис Петровский, директор футбольного клуба ЕНСИ, Денис Петровский. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Вот, кстати, знаю наверняка, что смотрите чемпионат, но в вашем случае просмотры чемпионата мира – это скорее праздник, как для всех нас, или в том числе работа, может быть, что-то полезное для себя там выхватываете? Наверное, праздник, он был бы в полном объеме, если бы удалось поприсутствовать на этом чемпионате мира в АОЧУ. Потому что то, что мы видим от коллег по нашей футбольной среде и, может быть, от друзей и знакомых, кто смог выбраться все-таки домашний чемпионат мира в родной стране. Но, честно говоря, даже отвечая на вопросы знакомых еще где-то, наверное, ближе к маю, мол, поедешь ли ты на чемпионат мира, я говорю, естественно, желание большое, но если мы выходим в РФПЛ, если честно, будет не до чего. Объективно говоря, потому что очень много моментов организационных, регламентарных, к которым мы должны подойти в полной, так сказать, готовности, чтобы не было никаких нареканий к дебютанту РФПЛ. Поэтому смотрим, но, к сожалению, даже иногда не удается полноценно смотреть полную трансляцию, там, обзоры, может быть, ну, за исключением матча сборной России. Здесь, конечно, смотрим, независимо с того, в какое время эти игры проходят. Ну, отдаетесь просмотру как болельщик или практичное что-то тоже высматриваете? Ну, здесь... Организации там там... Скорее, да, действительно, смотря саму игру, то скорее как болельщик, а с точки зрения того, что происходит на трибунах, может быть, там, перед матчем, когда идет превью, то уже смотрим с точки зрения организаторских моментов, потому что, например, в конце мая мне удалось съездить на... Не то, что удалось, это было обязательным требованием на итоговое общее собрание клубов ФНЛ, где нас торжественно проводили, сказали «до свидания» и официально исключили из числа участников ФНЛ. И в этот же день проходила конференция спортивная, именно футбольная индустрия, футбольная конференция, инфутбол она так и называлась, где присутствовали представители клубов РФПЛ, и в частности они рассказывали представителям ЦСКА, Спартака, Казани, арены, какие активности и локации они проводят на своих аренах во время матча РФПЛ. Вот здесь на таких мероприятиях, конечно, и чемпионат мира, это, конечно, квинтэссенция этого всего, потому что там как раз это максимально по качеству организовано. Но с точки зрения опыта клубных, наверное, вот такие конгрессы, они полезны, потому что вот то, что мы сможем перспективно центральным делать, мы должны использовать передовой опыт наших коллег, которые уже на этом, ну, как бы давно работают. В том числе, с той точки зрения, не только для того, чтобы для нашей аудитории создать интересную досуговую часть, чтобы не только футбол, да, еще что-то около футбола, рядом с футболом, чтобы было интересно прийти семейная аудитория, например. Но и здесь должны присутствовать и прагматичные цели, то есть в том числе за счет этого клуб должен зарабатывать, это должна стать доходной частью. То есть не просто человек купил билет и только на этом заработал, а вот все, что происходит вокруг стадиона, либо там на пандусах стадиона, это тоже должно идти в доходную часть. Это хорошо. Ну, и так, по игре, по чемпионату. Сборная России вспомнил сначала групповую стадию, сначала две оглушительных победы, пьянящих там в буквальном смысле даже ровноводушных людей, потом, ну, такая же, наверное, оглушительная, насколько я понимаю, самая оглушительная в истории участия России чемпионатов мира, поражение другое. А вот как вы оцениваете такую неровную энцефалограмму сборной нашей? Это ожидаемо, закономерно? Скажем так, на мой взгляд, во-первых, я думаю, большинство телезрителей согласятся, вряд ли кто-то из всех нас, я имею в виду футбольную общественность России, ожидал, что настолько удачно будет старт, потому что все те контрольные игры, которые были, даже породили какие-то попытки написания петиции об отставке Черчесова в преддверии старта чемпионата мира, еще какие-то много негативных таких моментов было в публичной среде. А в итоге команда провела два очень ярких, интересных, классных матча и гарантировала себе досрочно выход в плей-офф. Соответственно, третий матч, ну, все-таки, наверное, я бы расценил больше как возможность для тренерского штаба попробовать ротацию состава по определенным позициям и, наверное, какие-то схематичные моменты. Не получилось, и плохо здесь в этой ситуации только я вижу в одном. То, что сами ошибки, сами игроки допустили столь грубые ошибки в первом тайме, которые, по сути, предопределили уже дальнейший исход игры, связанные в том числе и с удалением, и штрафный удар, с которого забили нам гол. Вот это череда ошибок таких, ну, наверное, не знаю вследствие чего, но кажется, это вот какой-то, может быть, момент легкой расслабленности, либо недоконцентрация. Все-таки этот матч у нас официальный чемпионат мира, это неконтрольная игра. И здесь, вне зависимости от того, что первоначальная задача уже выполнена, все равно должно было быть максимум. Но, к сожалению, вот эти ошибки привели к итоговому результату. Я бы просто не стал так сильно голову пеплом посыпать, как у нас по традиции любят. Выиграли молодцы, проиграли, все очень плохо. И нехорошие люди. Здесь все-таки это скорее была игра, очень полезная для тренерского штаба, потому что они, конечно же, хотели немножко поварьировать, потому что игра в плей-офф, это уже другая игра, это уже другой раунд, это уже, ну, где цена ошибки будет слишком велика. А здесь, в этой ситуации, когда мы уже себе обеспечили выход, конечно, можно позволить немножко поэкспериментировать. Я считаю, что это была попытка эксперимента, и, наверное, и обоснованная, потому что тот состав, который обеспечил результат в первых двух играх, ну, опять же, все равно есть риски получения травмы, например. Поэтому нужно дать отдохнуть кому-то из игроков. Это нормально. Возможно, эксперимент, но вы заметили, опытный ваш глаз, что там были эти эксперименты, в чем они заключались? Ну, в первую очередь, по видоизменному составу, безусловно. Потому что это возможность дать скамейке сыграть, это возможность, если, допустим, ну, условно говоря, мы играем 4-4-2, надо посмотреть, как мы сыграем в 3-5-2, допустим. Как может сыграть человек, заменив там с правого края на левый край, ну и так далее. То есть это в зависимости от того, что видит тренер, мы же не знаем, что конкретно Чачасов планировал. Но потому что состав был изменен, очень понятно, что он точно хотел поэкспериментировать. Ну, смотрите, чтобы учесть ошибки на будущее, в любом случае необходимо пространство некое для маневра. А осталось ли оно у нас? Потому что ресурс-то сужается у нас. Это Загоев выбыл, и Смольников, и Голеностопов у Жиркова. Ну, в данном случае, я думаю, вопрос скорее, опять же, того, что есть вариативность в схеме игровой, которую может использовать тренерский штаб сборной России, как, например, выпустить сразу, допустим, двух нападающих в атакующую линию Смолов, Дзюба, как может быть некий ход, когда Смолов выходит во втором тайме. Дзюба в этом матче же, вообще начинал же он как игрок замены, но мы видим, насколько он своеобразный игрок, скажем так, ему всегда важна мотивация. И если после того, как он был сослан в аренду в Тульский Арсенал и очный матч с «Зенитом», да, сколько подоплеки было по поводу того, что если он выходит, надо заплатить деньги, потому что соответствующая опция прописана в контракте, и он вышел и выдал феорический матч, у него вот здесь была мотивация. На чемпионате мира, понятно, видимо, есть желание доказать всем и всюду, чего он стоит. И он каждый матч выходит, ну, с какой-то 200-процентной самоодачей, рубится там, поэтому сегодня он в отличной форме, и даже в третьем матче, соответственно, с Уругаем, он сделал много, выиграл верховую борьбы, отдавал передачи, но, к сожалению, некому было замкнуть. Это да. Но в целом игрок потрясающий в форме на сегодняшний день, это здорово. Про соперников, про нашего. Когда еще была возможность порассуждать, кто нам лучше, Португалия или Испания, там разделялись мнения, кто-то говорил, что лучше Португалия, потому что там одна звезда, ее можно опекать, как египетского Салаха, кто-то говорил, что Испания, потому что у них не лучший период, там проблемы с тренером, и игра такая же примерно неровная, как у России. Вот исходя из групповой стадии игры Испании, как оцениваете соперника? Ну, во-первых, Испания на этом чемпионате мира все-таки это не та Испания по своему составу, которая была в 2008 году. Это уже хорошо. Это уже хорошо, да. И мы помним, насколько 2008 год вообще лучший сезон в истории сборной России, но мы оба раза там проиграли крупно. Соответственно, здесь у нас уже есть некий плюс, и по групповому этапу действительно, я бы не сказал, что Испания смотрелась таким монолитом, и результаты все-таки достаточно неоднозначные говорят об этом, на мой взгляд. Да, у них в хорошей форме, конечно, мощный во всех смыслах слова Диего Коста, действительно он и прямо в матче с Португалией, можно сказать, продавливал. Вот как игрок линии атаки, это очень мощный игрок. Но, опять же, если брать Португалию, все верно, Португалия сейчас зависима конкретно от Криштиана Роналду. И, по сути, это он их вытащил в плей-офф, если уж объективно оценивать. То, чего может быть... Вот такого от игрока, который мог бы тянуть всю команду, если раньше, допустим, Роналду основные претензии, какие были в предыдущие годы, сезоны, то, что он как раз, скажем так, тянет одеяло на себя. Он любит себя, любит себя показать, это все понятно. Сейчас это игрок, который работает на команду. И, как мы видим, результат есть. Поэтому он командный игрок, он за счет своих способностей, которые у него одни из лучших в мире, может управлять командой, может управлять атакующей линией. При этом он успевает, к примеру, возвращаться назад. Ну, вот сейчас великолепно и он в форме, и с точки зрения физической, и с точки зрения ментальной. Да, бог с ним, Роналду, что с испанцами, какая у нас будет наилучшая тактика, вот исходя из их игры, это вот плотная оборона, как мы любим, как любили в 90-х, и расчет на быстрые контратаки. Или, наоборот, постоянные дзюбы теребящие их, с надежным Игнашевичем в защите. Ну, это, конечно, очень хороший и самый, наверное, главный вопрос в преддверии матча, потому что можем ли мы сыграть с испанцами в открытый футбол? Я думаю, вы это имеете в виду, да? Да, да. Интересно, это уже ждут болельщики. Да, даже по трём играм, в целом, если групповую это брать, мы видим, что наша сборная, что особенно приятно, и даже местами удивительно, в сравнении, опять же, с контрольными матчами, в отличной функциональной форме. Вот по физике вопросов, честно говоря, нет. По скорости, как мы быстро переходим из обороны в атаку, ну, не знаю, честно говоря, давно не видел в таком состоянии сборную России. Поэтому с этой точки зрения, можем ли мы быть конкурентоспособными? Думается, что да. Надежда есть. Да. Хорошо. Денис, ну, пользуясь случаем, я могу не спросить про ситуацию с футбольным клубом нашим, с Енисеем, который новый сезон начнёт уже в премьер-лиге. Я понимаю, что сейчас ещё много вилами по воде, ещё решения в процессе. Ну, спросим так, чем сейчас занимаются игроки, руководство, тренеры в этот сезон? Сейчас команда находится на сборах в Словении. Буквально накануне провели контрольный поединок с командой из Боснии и Герцеговины. Сыграли в ничью 1-1. Кстати, первый гол забила наша команда и забил воспитание красноярского футбола Павел Рожков. Наш защитник, который, коротко скажу, просто у него уникальная судьба. Буквально в 2016 году, когда мы его только пригласили на просмотр, в июне 2016 года, перед дверью старта сезона 16-17, нас всячески отговаривали от этого футболиста. Говорили, что он уже закончил. Он играл последний сезон на уровне ЛФК за команду «Городской рассвет», на уровне любительского первенства России по зоне Сибирь. Говорили, что он завершил. А в итоге человек провёл два шикарных сезона. Не всегда в основе, безусловно, но надёжный игрок ротации. И сейчас игрок от ЛФК, от самой низшей лиги получается, дебютирует в РФПЛ. Поэтому за Павла отдельно радостно. Ну, конечно, это была первая контрольная игра в преддверии старта нового сезона. Ещё не сказать, что всё идеально получается, но, тем не менее, рисунок командной игры, который у нас был в прошлом сезоне, он сохранился. Поэтому сейчас самое главное провести первый сбор, восстановительный и одновременно просмотровый. Там было несколько футболистов, про которых пока не могу говорить, которые были на просмотре как раз-таки. Ну и посмотрим по итогам сбора, кого тренинский штаб решит оставить. Кстати, удачи вам в наступающем сезоне, равно как и нашим футболистам в это воскресенье. Матчи с Испанией. Это была программа «Интервью». В гостях у нас сегодня был Денис Петровский, спортивный директор футбольного клуба «Кинеси». Всем удачи, до встречи.